У жителей Иркутской области осталось меньше двух месяцев на оплату налогов на имущество. В настоящее время в регионе идет массовая рассылка уведомлений. В Ангарском округе их сформировано около 370 тысяч. Половина из них уже выгружена в личные кабинеты плательщиков. Срок уплаты имущественных налогов остается прежним – до 1 декабря. А вот об особенностях и изменениях этого года расскажем прямо сейчас. Осень – традиционное время рассылки налоговых уведомлений. Они адресуются владельцам квартир, транспорта, земельных участков и других видов имущества. Ознакомиться с начислениями можно несколькими способами – в бумажном виде на почте и МФЦ или в электронном через личный кабинет. Кроме того, на сегодняшний день пользователи, налогоплательщики могут получать налоговые уведомления через портал государственных муниципальных услуг. Для этого надо выполнить несколько условий. Во-первых, подключиться к самому порталу. Во-вторых, направить через портал заявление о возможности получения от налогового органа налоговых уведомлений. Новшество этого года – единый налоговый счет. Он является неким авансовым кошельком налогоплательщика. Это значит, что если внести в систему определенную сумму, то в день оплаты она будет списываться автоматически. Но если гражданин имеет задолженность, то деньги в первую очередь будут использованы для ее погашения. Вместе с этим с января текущего года произошли изменения и в законодательстве области о транспортном налоге. Теперь отдельные категории владельцев авто освобождены от платежных обязательств. Они касаются ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов всех категорий граждан, а также многодетных семей. По автотранспортным средствам, по легковым автомобилям мощностью до 200 лошадиных сил таким категориям предоставляется льгота. То есть ранее это была льгота по автомобилям меньшей мощности. По данным межрайонной ФНС, сегодня в Ангарском округе должники недоплатили в казну около 310 миллионов рублей. Инспекторы напоминают, что злостных неплатильщиков ждут не только пени, но и блокировки счетов и даже запрет выезда за границу. Избежать таких последствий может только своевременная оплата налогов до 1 декабря каждого года. Егор Сорокин, Наталья Хмелева, Олег Левченко. Местное время.